На рукаве мы отмечаем, насколько ниже будет начинаться нижняя группировка. Чертим линию и также манжет. Но смотрите, манжет будет, например, у меня 5 сантиметров и я эти 5 сантиметров оставлю на напуск. У нас будет напуск на рукаве, поэтому оставлю. 15 разделить, на сколько разделим. Раз, два, три на три. В принципе нет, давайте все-таки по 3 сантиметрика. 3, 6, 9, 12. Так вот сделаем и начертим к низу рукава или к ширине рукава вертикальные линии. Особо стараться здесь не нужно, потому что мы все равно их будем сейчас разрезать и раздвигать. То есть ширина манжет это будет напуск на рукаве на нашем. Теперь это передняя часть, это задняя часть, отрезаю здесь верхнюю часть и здесь. На каждой напишу, что это вверх-вверх-низ-низ, чтобы не перепутать, потому что они сейчас у нас развалятся на разные части, чтобы не думать, не искать. Почему важно здесь знать, где верх, где низ. Вверху мы будем раздвигать меньше у нас будет сборки, а внизу у нас сборки будет больше. Как рассчитать, сколько сборки нужно для вашей модели, посмотрите в ссылке, которая сейчас появится на экране видео по расчету сборки. Теперь эти детальки нужно раздвинуть между собой сверху и снизу. Сверху мы будем чуть меньше раздвигать, снизу чуть больше. Сейчас я определюсь, насколько я буду раздвигать. Я визуально это делаю, потому что пробная модель, макетная ткань, то есть мне как-то не особая разница. Если бы была модель, то я бы сборку точно рассчитывала, насколько я буду раздвигать детальки между собой. Получается, что сверху на 2 сантиметра, снизу на 6, 2 и 6 сантиметров. Сейчас раздвину и покажу, что получилось. У нас сейчас получилась вот такая деталь окат рукава и здесь я раздвинула по 2 сантиметра сверху, снизу по 6 сантиметров и еще на ткани немножко расклюшу эту нижнюю часть. То есть у нас сейчас здесь длина манжеты не отрезана. Мы берем еще один раз вот эту деталь, отрезаем, но уже без длины манжеты, то есть манжет вот отрезан. Верхняя часть должна быть длиннее, видите, а нижняя часть подкладка должна быть короче, чтобы она на себе держала этот фонарик, который мы сделаем, иначе фонарик упадет вниз и фонарик стоячего не получится. То есть отрезаем просто такую деталь и сейчас будем кроить. У нас получается одна деталь, вторая, третья и манжет четвертая. Манжета сделаю чуть подлиннее. Начинаем раскрой. Одна деталь, здесь у нас другая деталь, но я буду выкладывать, чтобы, конечно, ткань экономить. Здесь такая, здесь такая, здесь такая. Припуски на швы и здесь чуть клишения сделаю больше по низу и здесь чуть-чуть расклешу, потом до размеров манжета мы ее соберем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас получилась верхняя часть стачали, подкладка стачали, манжетик и верхнюю часть собрали до размеров подкладки верхней части, нижнюю часть собрали до размеров подкладки нижней части. Сейчас мы это все пришьем, то есть вот у нас будет рукав выглядеть вот так. Вот так рукав будет так низ вверх, вот так по моему. И там вставлен будет подкладик. Мы его стачаем сейчас по верхнему и по нижнему краю между собой. За счет этого будет фонарик стоять. И пришьем сюда и пришьем здесь манжетик. И у нас получится рука. В итоге у нас получился вот такой рукавчик. Он фонарик. И этот фонарик как раз таки держит наша подкладка, которая не удлинена. То есть изнутри рукав выглядит так. Это короткая подкладка держит на себе более длинный фонарик. И из-за этого у нас эффект хорошего, такого стоячего фонарика даже из мягкой ткани, которая плохо стоит.